МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На решение приняли депутаты Городской думы. На очередном заседании народные избранники бурно обсуждали, нужны ли перемены в дошкольном образовании и можно ли экономить на детях. Мнение депутатов и чиновников выслушал мой коллега Александр Кузнецов. Остались нерешенные вопросы, которые требуют, видимо, сегодняшнего обсуждения. Обсудить депутаты попытались всего один вопрос. Где найти деньги, чтобы повысить довольствие воспитателей? С 1 декабря заработные платы в детских садах должны вырасти до 22 тысяч рублей. Решение об этом приняли в правительстве страны. Вот только средств не выделили, а распорядились оптимизировать работу дошкольных учреждений. В управлении образования решение нашли. Уменьшить рабочий день в детских садах и сократить свободные ставки. Депутаты возмутились. Нельзя экономить на детях. У нас сегодня есть вообще реальный шанс войти в историю всех представительных органов города Заречина тем, что во все времена другие думы не смогли сделать, а мы сделали. Мы первые, кто взяли и секвестировали расходы на детские сады. Это нормально будет. Мы надолго запомнимся людям. Но чиновники администрации успокоили. Войти в историю не получится. Такие меры оптимизации приняты уже во всех соседних городах. И ничего пагубного они не несут. Уволят только семерых воспитателей. При этом трем из них уже нашли работу. А двое просто уезжают из города. А рабочий день сократят всего на час. Заведующие детских садов уже сошлись во мнениях, что работать дошкольные учреждения будут с 7 утра до 18 часов вечера. Депутат Олег Орефьев подчеркнул, эти меры хоть и неприятны, но необходимы. Любое изменение, на любом, внутреннее, внешнее, оно всегда вызывает что? Оно вызывает невосприятие этого. Это всегда было и будет. Все оставит как есть и повысит зарплату. Не бывает такого. Не бывает в природе такого. Против изменений выступили родители и воспитатели. Они посчитали, после сокращения свободных ставок нарушится работа с детьми. Сейчас на каждую группу в детском саду приходится два воспитателя. После сокращения останется полтора. Или, иными словами, за двумя группами детей будут следить три воспитателя. Не можем согласиться с тем, что количество воспитателей в связи с таким режимом работы может обеспечить тот образовательный процесс, который возлагается на нас. Психологический дискомфорт у детей будет, безусловно, нарушен. С этими доводами согласились большинство депутатов. И решили, не надо сокращать ни воспитателей, ни ставки. Оставить прежним необходимо и 12-часовой рабочий день. А деньги изыскать из других источников. Все хотят быть хорошими, но при этом почему-то никто не хочет элементарно отойти от эмоций и посчитать, сможем мы с вами жить по средствам или не сможем. По прогнозам специалистов, не сможем. Если сейчас не сократить неэффективные расходы, то средств на содержание дошкольных учреждений хватит только до октября. Затем либо деньги где-нибудь найдут, либо детские сады просто закроются. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Павел Панов. Детали дня. Деньги на детские сады депутаты запланировали. Увеличили доходную часть бюджета на 40 недостающих миллионов. Вот только брать их негде, разводят руками в городском управлении финансов. А потому пока эти деньги остаются виртуальными. И к другим новостям. Морозы шепчут о зимних покатушках, уверяет мой коллега Александр Кузнецов. Он первым побывал на будущих ледовых катках. И теперь готов рассказать, когда окрепнет лед и скоро ли начнут выдавать коньки. Слой за слоем вода ложится на снежную подушку. Еще пара дней мороза и спортивный корт на электроне заработает. Сюда уже ходят кататься дети, но специалисты говорят, пока это преждевременно. Залили только первую ледяную корку. Делается сначала снеговая подушка, укатывая все. А потом уже на нее делается ледяная корка, пропитывается этот снег плотным. А потом уже идет основная заливка. Основная заливка продолжается и здесь, на главном городском катке. Уже 13-й сезон подряд водитель БС-Авто Юрий Мартюшев выходит вместе с коллегами на этот лед. Его задача выровнять скользкое покрытие и залить новые слои. Водитель говорит, лед – вещество нежное и требует постоянного ухода. А лед-то, по идее, надо его каждый день чистить и заливать. Потому что у нас перепады температуры, то оттепли, то замерзнет. Уже второй год каток в Заречном заливает с помощью специальной машины. Ножи срезают неровности на льду, из цистерны льется вода, а резина ее разглаживает. Главное на катке – гладкая поверхность. Чтобы ее добиться, автомобиль нарезает по 72 круга ежедневно. И это программа-минимум. Для идеальной поверхности необходимо более 200 кругов. Люди, которые обслуживают каток, проводят на льду по 6 часов. Чаще всего утром, а выходные – и ночью. А самый большой? 47. Готовы к зимнему сезону покатушек и коньки. Их на складе «Электрона» несколько сотен пар разных размеров и цветов. Есть даже самые маленькие, редкие коньки с двойным лезвием. Для детей, которые неуверенно чувствуют себя на льду. На «Электроне» говорят – коньков хватит всем. Коньков очень много. Все размеры детские – с 28-го и заканчиваются 47-м размером. Коньков очень много. Девочки, постойте, я тоже попробую. Пока сюда никого не пускают. Но местную молодежь не останавливают ни замки, ни заборы. Подростки уже опробовали новый лед. Впрочем, официально покататься здесь можно будет уже в следующие выходные, если погода не подведет. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Павел Панов. Детали дня. В следующее воскресенье во Дворце культуры «Ровесник» пройдет боготворительный марафон «Седьмой лепесток». Таким образом, организаторы решили помочь 13-летней Марине Романенко. У нее острый лейкоз. Сегодня мы побывали в гостях у семьи Руслана Васильева. Четыре года назад мальчик попал в больницу с таким же диагнозом. Деньги на его лечение собирали всем городом. В результате болезнь удалось победить. О доброте, сострадании и силе воли в сюжете Алины Мулояновой. Руслану Васильеву было четыре года, когда в их семью пришла беда. Родители Руслана узнали. У их ребенка страшная болезнь – лейкоз. Руслана положили в больницу. За два года ребенок прошел через многое. Курсы химиотерапии, горсти таблеток и сотни уколов. И все это за большие деньги. Чтобы спасти жизнь своего ребенка, родители Руслана обратились за помощью к обществу. В принципе, часто помогали. То есть и домой привозили, и на счет переводили. Вот то, чтобы оботворительный концерт был. То есть люди помогали. Помощь со стороны сыграла свою роль. Руслана удалось вылечить. Сегодня жизнь ребенка можно назвать обычной. Разве что учится он не в школе, а дома. О тех страшных днях семье принято не вспоминать. Кстати, нашей съемочной группе застать Руслана дома не удалось. Вместе со своим папой мальчик отправился на зимнюю рыбалку. Теперь это его любимое увлечение. Особенно, когда больше папу поймает, ему это очень нравится. На днях Руслан вместе с мамой приезжал в Заречный. В одном из магазинов мальчик увидел плакат. Марине Романенко срочно нужна помощь. А под ним до боли знакомое слово. Лейкоз. Не задумываясь, ребенок достал из кармана все свои сбережения и положил в коробку. Я сказал, если бы было больше, я положила больше. Да. Не могу. Сейчас Руслан вместе с мамой хотят купить билеты на благотворительный концерт в поддержку Марины Романенко, чтобы хоть как-то помочь девочке. Они, как никто другой, знают, насколько важна эта помощь. Алина Муэнова, Антон Крюков, Павел Панов. Детали дня. Вы также можете принять участие в судьбе Марины. 16 декабря во Дворце культуры пройдет благотворительная ярмарка и концерт. Вырученные средства пойдут на лечение девочки. Напомним, 13-летняя девочка больна острым лейкозом. За 4 месяца в онкоцентре Марина перенесла 6 курсов химиотерапии. Сейчас девочку переводят в платное отделение. Чтобы спасти ей жизнь, понадобятся немалые деньги. Вся надежда на жителей города. Оказать помощь можете и вы. Урну для пожертвований уже установили в ровеснике и городских магазинах. Перечислить средства на лечение девочки также можно на ее личный счет, который вы видите на экране. Не оставайтесь равнодушными. Судьба ребенка в наших руках. В детском саду Дюймовочка прошла социальная ярмарка. Главными ее участниками стали сами дети. Вместе с родителями они приготовили подделки для продажи. Вырученные средства пойдут на подарки детям с ограниченными возможностями. Подробности в сюжете. Мы рады вас видеть к нашему столу. Проходите. Сегодня Дюймовочка превратилась в большой базар. На прилавках игрушки, книжки, констовары и даже подделки. Родители группы «Радуга» сделали ставку на эксклюзив. Вот эта работа сделана вот только что. Буквально ей даже полчаса нет. Это символ дракона. Китайская книга. Тоже из соленого теста. Родители у нас увлекаются этим. Подобную благотворительную ярмарку Дюймовочки проводят каждый год в декабре. Это завершающий этап декады милосердия. Помимо ярмарки, садики устраивают благотворительные концерты и спектакли. Порадовать детей с ограниченными возможностями. Наш детский сад посещают разные дети. У нас есть дети с ограниченными возможностями здоровья. И чтобы вот их порадовать к Новому году и каждый раз, мы каждый год покупаем им новогодние подарки. Свой вклад в благотворительную акцию внесли и дети. Ольга Буркова для продажи принесла цветные карандаши. Цену на них девочка решила установить небольшую. Всего 20 рублей. К большому удивлению Оле, ее карандаши практически сразу купили. Сама Оля с ярмарки тоже ушла не с пустыми руками. Книжку беру и сумочку. Да, сколько у тебя денег потратила на них? Три пяточка и четыре пяточка. Самый большой ажиотаж у покупателей вызвал столик с выпечкой. Ее приготовили повара детского сада специально для ярмарки. Булки ароматные, к чаю ароматные, булки мятные, к чаю ароматные. Подходите, покупайте. Свежие булочки распродали буквально за 10 минут. Деньги сложили в специальные коробочки. Эти вырученные средства пойдут на новогодние подарки детям с ограниченными возможностями здоровья. Алина Млайнова, Максим Булагин, Павел Панов. Детари дня. В Заречном превышен эпидемиологический порог в 1% по количеству ВИЧ-инфицированных. Эта тема стала главной на познавательной конференции, которая прошла накануне в Белоярском дворце культуры. Вроде бы ВИЧ это такое дело, которое вот где-то есть, но меня оно не касается, как думают большинство. Врачи говорят, в Заречном думают так же и правилами безопасности зачастую пренебрегают. Количество ВИЧ-инфицированных превышает 400 человек. Большая часть зараженных – это люди старше 42 лет. Причем самому взрослому исполнилось 73 года, а самому юному нет и 4 лет. Статистика инфицирования пугает. 56% зареченцев заразились, употребляя наркотики. 2% получили вирус по наследству. И более 40% через незащищенные половые контакты. Конференция по профилактике и борьбе с ВИЧ в Белоярском собрала учителей, школьников и их родителей. В соседнем кабинете все желающие могли пройти бесплатное тестирование. По результатам обследования стало ясно – среди присутствующих инфицированных нет. Марк Аганин, врач-инфекционист, считает, что такие конференции хорошо подходят для подростков. Важно заложить в детей основы безопасного поведения сейчас заранее, чтобы они, когда вступят во взрослую жизнь, вспомнили о том, что есть такая проблема, и что надо побезопаснее себя вести. Какая погода ждет нас в выходные, узнаем прямо сейчас. Прогноз предоставлен порталом Гесметио. Нас ожидают морозы. Уже в предстоящий уикенд температура опустится местами до 20 градусов. В субботу ночью синоплики обещают минус 18. Днем столбик термометра поднимется до отметки минус 13. Небо затянут тучи, но снега не ожидается. Ночью в воскресенье все те же 18 градусов. А днем за окном потеплеет на 4 градуса. Термометр покажет минус 14. Ветер в выходные ожидается переменный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр артутного столба. Необычные факты, удивительные события, жизненные истории. Если вам есть о чем рассказать городу, звоните нам. Наш телефон 711-72 или оставляйте сообщение на сайте зар-тв.ру. Также не забывайте про наш паблик в социальной сети ВКонтакте. Делайте новости вместе с нами и получайте подарки. На этом выпуск программы «Детали дня» завершен. Увидимся с вами в понедельник в это же время на канале Заречный ТВ. Приятных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!